здравствуйте с вами Алла и вы смотрите передача о мелочах из жизни сегодня наша тема как быть в форме и в этом мне помогут наши гости это виктория чернышова журналист и участница проекта трения а также роман казаков имеющий профессиональное образование в области спорта и проработавший три года фитнес-клубе поэтому этот человек знает все изнутри фитнесе в этой передаче вам все будет очень понятно просто доступно и надеюсь интересно первый вопрос который хотелось бы вам задать конечно же все сейчас вот сидят на своих диванах и мечтают о какой-нибудь волшебной таблетки как же быть красивой стройной есть ли она вообще я на всю жизнь мечтала такой волшебной таблетки потому что наверное ну всегда была недовольна своей формой нет ни одной девушки которые довольны мне кажется это вообще очень такой редко редкий случай вот и конечно же этой таблетки нет я уже испытал это на собственном опыте есть только труд спорт и питание правильное общем то я думаю что в других способов привести себя действительно хорошую форму они просто там похудеть каким-то экстремальным способом снизить килограммы ради того чтобы снизить мне кажется нет а мне кажется как раз то что коллега сказал как раз это и есть наверное та самая таблетка это внутренняя мотивация когда у вас есть какие-то цели которые вы хотите решить когда вы хотите заниматься спортом или улучшить в каких-то моментах или вам что-то не нравится или дискомфортно или вы хотите просто пообщаться это и есть внутренняя таблетка самая мотивация когда вы поднимаете себя с дивана идете заниматься движение это жизнь больше двигаемся лучше выглядим красивее здоровье и так далее и сразу же тогда вытекающий вопрос ну как же себя замотивировать мне кажется у каждого своя мотивация вот у меня в последнем проекте трения была мотивация такая что мне очень не нравилась вот моя форма да то есть мне хотелось сбросить конкретное количество килограмм 10 я в общем-то это и сделала не знаю я наверное настроилась так что вот добилась этой цели очень сейчас держу этот вес и без проблем кстати говоря никаких проблем нет то есть я иду как по проложенной уже тропинке знаю что делать и в общем-то мне кажется что дальше больше ничего не нужно поэтому мне кажется мотивацию каждую своя например а кто-то хочет выглядеть красивее кто-то хочет похудеть действительно кнутри мешает лишний вес потому что он действительно очень часто дает проблемы со здоровьем это тоже на очень хорошую мотивацию и наверное проблемы с уверенностью тоже да конечно кто-то хочет быть уверенным это тоже может быть мотивации конечно любая самое главное самая главная проблема это лень на самом деле если но убрать эту проблему то все остальное сделать абсолютно возможно и человек который ставит перед собой цель если что-то не нравится или он хочет себя улучшить у него проблемы со здоровьем, или он просто хочет какого-то движения, это и есть его мотивация, все, превращай ее в цель, мысленно погружай себя в то, что я достигну этой цели, ставь какие-то определенные сроки и иди двигаться, все. Убирай лень, движение, и все будет в порядке, это единственная мотивация. Важно не откладывать на завтра, не существует завтра, не существует, я начну с понедельника, как мы людьми говорим, да, все. Вот, сразу берешь и делаешь сейчас, смотришь передачу сейчас, через час идешь тренироваться, двигаться и так далее. Вот хорошо, тогда, это мы сейчас говорим вот общие фразы, нужна цель и все такое, но конкретные шаги, вот с чего начать, вот сейчас нас смотрят девушки, мужчины, неважно, которые, допустим, никогда не занимались спортом, но вот сейчас, когда спорт очень современен, это актуально, у них появились такие мысли, но они не знают, что им делать, куда идти, с чего начать, они сидят как в коробочке, и дальше своего дома, и своей работы ничего не видят, плюс много отговорок, нет времени, нет средств, потому что, наверное, это дорого. Вот с чего начать таким людям? Мне кажется, сейчас лето, элементарно можно начать с того, что ходить на пляж, например, пешком, если такая возможность есть, подниматься вверх по этой лестнице с пляжа, ну, наши известные, это уже будет маленьким, ну, даже не маленьким, шажком вперед, то есть не приезжать туда на машине, а спускаться и подниматься, вот. Действительно, то, что нет денег, нет времени, это просто отговорка, на самом деле. Мне кажется, что всегда можно найти время, и денег нужно не так уж и много для того, чтобы заняться спортом. Велосипед, либо пойти в тренажерный зал, который рядом с домом, но обязательно я бы советовала идти к конструктору, потому что очень многие приходят в тренажерный зал и начинают ставить рекорды собственные, они надрывают спину, делают упражнения неправильные и так далее. Даже если они что-то посмотрели в интернете, не факт, что это будет действительно правильно. На пользу. Поэтому, да, лучше идти к профессионалу, хотя бы взять у него одно занятие платное, ну, одно, конечно, это мало, скорее всего, но какой-то там абонемент, ну, пусть там пять занятий, и хорошо с тренером уже пройти весь этот путь и уже дальше заниматься самостоятельно. Да, главное начать двигаться, и правильно было сказано, то, что можно заниматься самостоятельно, хотя бы начать движение, тем более в летний период это самое простая, самый простой сезон, когда можно это делать, это пешие прогулки, пробежки, велосипед, самокаты, все что угодно, ролики, я не знаю, там, может быть, у кого-то в каких-то городах не растопили лед, и, может быть, это коньки. Если погрузиться более профессионально, чтобы все-таки получить какую-то дополнительную информацию, дабы не навредить себе, когда ты самостоятельно ставишь на улице свой рекорд или там во дворе на какой-то площадке, это важно тоже, потому что даже езда на велосипеде, если ездить неправильно, можно повредить колени через какой-то временной промежуток, и если заниматься этим долго, то реально можно почувствовать, но человек даже не поймет, что у него болят колени от того, что он просто каждый день катается на велосипеде. Поэтому, конечно, хорошо бы сходить к специалисту, который хотя бы несколько занятий вам объяснит, и то я уверен, что он даже после пяти занятий человек, ну, вряд ли там непрофессионально сможет понять и правильно продолжать делать. Какие-то азы, может быть, базу может получить, но это не говорит о том, что человек становится профессионалом. И хорошо бы, скажем так, наблюдаться, вообще наблюдаться у профессионала, чтобы он контролировал, помогал, мотивировал в том числе. Я хотела бы еще добавить, что все мы разные, здоровье наше разное, и, конечно же, прежде чем заняться каким-либо спортом, нужно сначала проконсультироваться с врачом, что вам можно делать, что нельзя, может быть, есть какие-то противопоказания, и с учетом уже вот ваших таких показателей, тогда уже идти к хорошему проверенному специалисту. Потому что, ну, сейчас это очень модно, фитнес, спорт, ЗОЖ, и на самом деле у нас развелось огромное множество, много различных у нас тренеров, у нас много различных онлайн вот этих проработок, поэтому здесь нужно тоже сначала посидеть на каких-то на форумах, посоветоваться с вашими знакомыми, чтобы были конкретные консультации, чтобы вы не просто вот пошли куда-то в никуда и не достигли своих результатов. Я могу сказать, если можно, на своем примере, я до 26 лет не занималась спортом практически вообще, ну, за исключением, может быть, некого такого случайно активного образа жизни. И когда я родила, я понимаю, что я хочу привести себя в форму, как у меня было раньше, но я никогда этим не занималась, и я помню четко свое ощущение, что мне пойти в какой-то клуб или начать вот заняться спортом, где множество еще других людей, для меня это было дискомфортно. Я себя чувствовала стеснительно, а как я там буду, а мне нечего надеть. То есть я помню, я сначала пошла, закупилась в магазин, чтобы мне хотя бы было комфортно себя чувствовать на тренировках. И я нашла себе подружку по духу, потому что одной боязно, а вдвоем уже не страшно. Мы выбрали для нас оптимальное время после работы и стабильно начали заниматься два раза в неделю, а то и три. И через полтора месяца я уже почувствовала результаты, подключилось уже и питание, и я себя просто превосходно чувствовала. Поэтому найдите себе вашу команду хотя бы из одного человека, и вам уже будет не страшно преодолеть вот эти кажущиеся вам трудности. Потом, когда вы вольетесь в эту среду, вы абсолютно комфортно себя будете в ней чувствовать и скажете, боже мой, ну почему я не сделала это раньше? Это же так просто. Я бы хотела сейчас, Виктория, чтобы вы немного рассказали о вашем участии в этом проекте трени, потому что подобных проектов у нас много, не только в нашем городе, но и за пределами, а также онлайн-проекты. Я думаю, будет актуально послушать об этом. Ну, проект трения, он оказался для меня таким переломным, потому что я, на самом деле, всю жизнь занимаюсь спортом, раньше занималась танцами, потом фитнес, вот сколько себя помню, всегда ходила в фитнес-клуб. Но у меня, видимо, настал такой период, когда я что-то неправильно делала. То есть я занимаюсь, пашу на тренировках, хожу, прям замечательно все делаю, но я не худею. То есть у меня вот вес пополз вверх, я не могла понять, почему. Ну, с другой стороны, я поняла, ну, сейчас вот анализировала, когда я журналист, у меня такой график работы ненормированный, поэтому я могла есть раз в день, например, вечером, или там утром съела что-то, ну, до вечера там побегала, перекусила что-то и так далее. То есть я поняла, что моя главная проблема все-таки была это неправильное питание. Даже если ты ешь очень мало, ты можешь поправляться. Это вот такой закон. К сожалению, организм приходит в режим накопления дополнительного запаса энергии, и ты, в общем-то, даже можешь поправиться, грубо говоря, ну, не от стакана воды, но, в общем-то, вся еда пойдет именно в жир. Вот. Когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, я обрадовалась, потому что, ну, во-первых, для меня это такой был вызов. Когда за тобой наблюдают читатели, зрители, ты не можешь отступать. Это такая действительно хорошая мотивация. Вот, кстати говоря, вы сказали, что возьми подружку, там, и так далее. Можно даже с подружкой какой-то спор, я не знаю, кто быстрее, там, придет, придет себе форму, и так далее. То есть нужна какая-то еще дополнительная, мне кажется, вещь, стимул, чтобы стремиться вперед. И вот для меня это стало то, что я не могу подвести саму себя, да, ну, как же так, почему я не справлюсь, что ли? В общем, это такое подстегнуло меня. Сергей Сребряков, тренер, с которым я занималась, он для меня открыл новый мир, скажем так, простых упражнений, абсолютно простых, потому что, понятно, что сейчас на занятиях функционал, табата, разнообразные там, ну, чего только нет, да, с разнообразными, с разнообразным оборудованием, а мы с ним использовали практически только гантели, ну, там, тренажеры некоторые, и, в общем-то, все. Работают со своим телом? Ну, нет, он меня, ну, да, он меня все-таки нагружал, потому что, это силовые для меня тренировки, то есть, я, например, узнала, что можно, оказывается, даже если не особо много заниматься, хорошо накачать мышцы спины, то есть, они с вами бельефами. Это как? Расскажите нам, пожалуйста, сейчас уже сключимся. Это динамика, то есть, это такое упражнение, когда я делаю упражнения, ну, например, вот берем гантельки и вот так вот делаем их небольшим амплитудными движениями, на протяжении, там, сорока секунд, пока у меня не идет сжжение в мышцах, начинается, чуть-чуть оно идет, потом отдых небольшой, потом опять, и так, несколько подходов, причем между подходами, потом нано-деупражнения, да, подобные, например, там, приседаясь в гире, и тоже вот такими мелкими, небольшими амплитудными, а в перерывах я не стояла, не ходила, а качала пресс, то есть, у меня такая была, отдых, пресс, и остальное время вот такая тренировка, и как это дало результат, действительно, потому что, ну, во-первых, выстрел из питания, во-вторых, рельеф пошел какой-то и так далее, то есть, вот это вот все я ощутила на себя, раньше силовые, ну, не то, что не любила, я, может быть, не уделяла им такого количества времени, потому что, ну, как у нас правильно, кардио, побегал, попрыгал, потанцевал, силовые уже там, по остаткинам принципа, или мужчинам. Зачем мне силовые, мне же не нужны кубики на животе, моя задача похудеть. Ну, вот как раз-таки, именно вот этот режим, который мы с ним практиковали, он оказался для меня лично достаточно эффективным. Мы же измерения делали, то есть, мышечная масса росла, жировая уходила, то есть, вот получается так, что вот это был именно тот самый способ именно для меня. И мы с ним прозанимались, ну, полгода чуть побольше, я не ушла. Это проект полгода ушел. Да, у меня ушло 10 килограмм, и причем это не только жир, естественно, ой, не только мышцы, извините, потому что сначала, когда люди всегда садятся на диеты, так далее, уходят первыми мышцами, понятно, они самые, проще всего им уходить. Вот, а у меня, конечно, вот менялся именно состав тела, то есть, я уже ориентировалась, в принципе, не на килограммы, а на объемы. Вот, объемы у меня, ну, я примерно два размера, наверное, у меня ушла. То есть, вот это для меня действительно результат. Вот, поэтому, такие проекты, действительно, они хороши тем, что стимулируют, ты учишься у профессионала, который, действительно, подбирает под тебя программу, питание под тебя, причем, это был не голод, естественно, это было шестиразовое, хорошее такое питание, с большим количеством белка, чтобы, много воды, и так далее. то есть, это хорошее, такое, правильное питание, которое практикую до сих пор, потому что, ну, может быть, там, с какими-нибудь отступлениями, небольшими, может быть, больше себе немножко позволяют, вот сколько прошло после этого проекта? Ну, с марта прошло уже, сколько у нас месяцев, марта, апрель, июнь, ой, май, июнь, четыре месяца. Четыре месяца. Да, я продолжаю заниматься, но уже сама, ну, в принципе, я силовыми продолжаю заниматься уже сама, так, в тренажерном зале делаю, плюс я, конечно, сейчас вот очень активно катаюсь на велосипеде, на длинной дистанции, там, стою больше километров, то есть, нагрузка у меня хорошая. То есть, после этого проекта уже спорт, это неотъемлемая часть вашей жизни? раньше было, просто сейчас, теперь я выдерживаю еще и питание, вот, и я понимаю, что у меня весь держится стабильно, то есть, я не голодаю, нормально питаюсь, ну, не скажу тебе прямо, что в чем-то себя очень... Ну, конечно, торт-то я не ем, вот, и плюшки, но я не хочу, в общем-то, я от выкладни. Вот как раз по питанию, можно ли есть и не поправляться? Я бы сказала, нужно, потому что, вот, чем меньше ешь, тем, оказывается, больше поправляешься, а шестиразовое питание, и причем мясо, да, рыба, то есть, хорошая такие еда, не просто там какая-то овсянка, да, а именно вот, ну, естественно, там не жареная, может быть, на гриле приготовленную, либо там тушеная и так далее, вот, ты ешь, и голода не испытываешь, и худеешь. Какие-то базовые, такие советы по питанию, вы можете сказать, вот сейчас тем людям, которые совершенно не знают, с чего же начать корректировать их питание, как пересмотреть, вот открывают холодильник, что оттуда нужно убирать, что оставить? Ну, самое простое, я хочу сказать, то, что сам рацион питания, который должен строиться, ну, да, ежедневно, это максимально калорийное, ну, если брать полностью весь рацион, и все калории, которые вы употребляете в день, максимально утром, потому что потом организму нужно тратить энергию, потом в обед поменьше, к вечеру еще меньше, если вы собираетесь перекусить, ну, там совсем небольшие дозировки. Ужина дай врагу, да, грубо говоря? Да, не обязательно, да, ложное вот это, что после шести не нужно есть, можно есть, нужно есть правильно, главное выстраивать эту пирамидку, которая будет сужаться по калорийности к вечеру, ну, это основной, и, соответственно, чтобы просто было понятно, убрать жирную пищу, пережаренную пищу, ну, соки, по возможности, да, фрукты поменьше, газированную воду, пепси, тем более, фастфуд, мучное, и сладкое, вот постараться, если вы, например, любите очень много там мучного или сладкого, постарайтесь просто по вкусовым каким-то ощущениям заменить это на что-то, постараться, если это не получается, но стараться контролировать, просто это убирать. Хотя бы фрукты, да, есть вместо конфет, это, в принципе, вот от сладкого отвыкаешь, если ты себе поставил цель какую-то, ну, там, выдержишь, грубо говоря, там, 21 день, то все, потом уже не хочется. Да, любая привычка вырабатывается 21 день. Можно просто выдержать это, да. Да, этот период, и потом вам уже будет проще. Можно я скажу на своем опыте тоже, когда я подключила с тренировками правильное питание, ну, образно говоря, на завтрак это может быть, пусть банально овсяная каша, конечно же, я сахар немного добавляла, но совсем чуть-чуть, либо можно добавить туда же фрукты, бананы, допустим, два яйца отварить с утра, чтобы, ну, как-то разнообразить это тоже, завтрак, обед это гречка и отварная курица, то есть овощной салат, побольше ешься вот этих вот всех овощей, то есть правильно питание, это не означает дорогое и что-то непонятное, просто нужно, ну, вот как-то правильно сочетать вот этот гарнир мясное и время. Вот еще совет хороший, который у него Сергей, это после шести не есть углеводы, в принципе, это даже фрукты, ну, я не знаю, может быть, для кого-то это сложно будет, но я вот не ела, я ела только белки и, получается, овощи, ну, то есть рыба, творог, мясо, овощи и так далее, но не каша, не фрукты, не сладкое, после шести, и вот, кстати говоря, если многие, вот моему совету этому следовали, действительно у них вес начинал уходить, вот именно только этого хватало даже уже. Для начала, девочки, уберите, пожалуйста, сладости и мучное, этого уже будет пока на первом этапе достаточно, и тоже вкусовые ощущения не меняются, когда вы перестаете ограничивать себя в сахаре, то потом, когда вы съедите любую, там, пироженку, кусочек торта, вам покажется он очень приторным и сладким, вот попробуйте выдержать 21 день, и вы это почувствуете, и вам уже не будет такой надобности употреблять в больших количествах сладости, ну, это вот было у меня, у моих знакомых, с кем вот мы тренировались, занимались, так у всех, я думаю, будет. Да, у вас так же. Конечно. Организм легко приучить, ну, нужно постараться легко приучить к чему-то, и он потом будет, ему не очень будет приятно что-то делать, то, что вы раньше делали. Это тоже так же, как и в физических нагрузках, если вы постоянно начнете хотя бы один раз в два дня тренироваться и ходите на тренировки, потом сделаете какой-то перерыв, организм сам захочет, давай, пойдем на тренировку, вытащи меня на улицу, там адреналин в кровь, я не знаю, я получаю огромное количество тренировок. А еще бывает вот такой ложный вызов, я хочу кушать. Вот когда вы чувствуете, что, в принципе, вы недавно покушали, а вам уже мозг сигналит, я хочу есть, возьми эту булочку с сосиской, выпейте просто стакан воды. Так вы можете обмануть ваш мозг и какой-то период времени дождаться, чтобы нормально, полноценно тоже покушать уже. И еще что я могу вот вспомнить из питания, питания, скажем так. Вот в чем хороши три тренировки с тренером? Потому что помимо того, что он вас тренирует правильно, он еще может вам давать вот различные такие более углубленные знания по питанию. И буквально полгода назад всего лишь я узнала о том, что лучше всего исключить из рациона кукурузную кашу, манную кашу и еще какую-то третью я уже забыла и кушать все остальные. Потому что, ну, они не помогают, оказывается, похудеть, а наоборот. То есть вот таких нюансов, очень тонких, очень много. И это уже нужно все подключать, когда вы уже полноценно начинаете заниматься. Для начального этапа, конечно же, хватит того, что вот мы сейчас... Ну, еще один момент могу добавить, это то, что важно тоже по возможности от дробления приема пищи. То есть лучше дробить, конечно, не переедать, дабы не создавая стресс для организма, потому что мы все-таки с пищей тоже нужно бороться. Вот, разделить. Нужно лучше кушать, конечно, чаще, меньше, но это чаще. Ну, три приема и перекусы. Два, ну, хотя бы два перекуса между ними. Вот так вот, наверное. А перекусы – это что, булочки с сосиской? Ну, нет. Перекусы у меня было. А как бы хотелось? Фрукт, не знаю, я уже так не хочу булочки с сосиской. Орешки? Ну, орешки очень, они калорийные достаточно. Ну, немножечко орешков, немножко сухофруктов, возможно, да, там. Я люблю творог, например, с чуть-чуть с сухофруктами. Не знаю, я творог раньше никогда не любила. Творог с бананом очень любила. Но я его полюбила. Попробуйте, творог с бананом размешается, и даже не нужно добавлять ни сметаны, ни сахара. Можно добавить, допустим, натуральный сироп. У меня вот есть в арсенале сироп топинамбуро. Он очень такой сладковатый, но низкокалорийный и практически безвредный. То есть вот такие нюансы, они тоже... Как-то я шел на работу утром после завтрака и решил перекусить и купить себе мороженое. И это увидел тренер. Ну, боже, какой у него был взгляд. После этого я, конечно же, перестал это делать, но слава богу, что это было утром, а не к вечеру ближе. Вот еще момент. У меня тренер на начало раз в неделю читмил. Это день, когда я могу есть все. Вообще все. Свобода. Да, наверное, это нужно, потому что это обезопасит от срывов. Потому что срывы, они у всех, естественно, бывают и будут, если сесть вот на такое достаточно для себя непривычное питание. Мне всегда хотелось бургеров. Я не знаю, почему, но я в этот день ела, а потом как-то раз-раз у меня это все сошло на нет. Ну, в общем, вот. А вот вопрос тоже по диетам. Нужно ли их соблюдать? Вообще, что вот это вот такое диета? Их очень множество в интернете. И многие им следуют, пробуют одну, другую, третью. Одна помогает, потом через некоторый период времени вес возвращается и даже еще больше набирается. То есть люди начинают сами все это массово пробовать на себе и зачастую не достигают никаких результатов. Вот лично я почему-то против вот таких вот жестких различных диет. Я за постепенное внедрение в свою жизнь каких-то правильных элементов, нежели вот за такое насилие над организмом. Я знаю диету шоколадную. У меня знакомая была, которая питалась шоколадом неделю. Я не знаю, что с ней потом... Ну, в смысле, как у нее организм это реагировал? Мне кажется, это наказание какое-то для себя. Нет, я тоже против диеты. Я за правильное питание. Правильное питание – это образ жизни, это уже просто твой обычный рацион. По крайней мере, это легко. Это на самом деле очень легко. Главное – просто контролировать. Сколько рецептов хороших сейчас правильного питания в интернете? А вот ваши любимые блюда из правильного питания? Я очень люблю куриную грудку, тушеную с грибами, немножко сливок и с пастой из твердых сортов пшеницы на обед. Мне кажется, это очень замечательно. Вы тушите это как? В пароварке, в мультиварке, в сковородке? Нет, в сковородке. Режу кусочками куриную грудку, добавляю грибы, сливки немного. Специи очень много, я люблю разнообразных. А масло? Вы на масле это делаете? Чуть-чуть масло делаю, чуть-чуть. Можно на воде, кстати. Растительное, обычно растительное. Когда как? Я пробую разнообразное масло. Кстати говоря, можно салат делать с льняным маслом. С льняным маслом, да, я так и делаю. Потому что это тушится, и отваривается паста. Мне вот это блюдо прям очень нравится. Оно вкусное. На обед, мне кажется, и углеводы, и белки, и жиры, и вот все такое. Роман, у вас есть? Мне кажется, даже многие люди, когда употребляют пищу, вот если понаблюдать за собой, то можно понять, тяжело ли самому себе потом, после того, как ты покушал или нет. Да, мясо птицы, легкие салаты, 100% это нужно и можно. Я люблю рыбу вечером, после рыбы чувствуешь себя легко, и вечером, если практически постоянно употреблять этот вид продукта, вообще себя легко чувствуешь. Да, рыба на ужин, мне кажется, очень идеальна. Рыба с овощами, по-моему, это отличное сочетание. И сытно, и полезно, и легко. Можно на гриле сделать, на гриле, на электрогриле дома. Я в основном делаю все в мультиварке, мне очень удобно. Да. Так, а вот что касаемо спортивного питания, верно ли, что человек не постройнеет без употребления спортивного питания? Не знаю, мне выписывали, рекомендовали протеин, но у меня аллергия на молочный белок, поэтому я попробовала, но мне не пошло, я не стала его. Все индивидуально. Это просто для того, чтобы белок добавить, просто метод интенсивной болитренировки. Я сейчас сама очень редко употребляю л-карнитин. Это просто для того, чтобы тренировки были более эффективными. То есть они поддают силы. Не худеешь от них, а именно ты больше занимаешься. И БЦА, ну, это тоже, опять же, пополнение, аминтисло, пополнение белка. Во время тренировок периодически пью это вот все. На своем опыте могу сказать, что когда я после первых родов начала тренироваться, я буквально съедала все, наверное, из рациона спортивного питания. Я все попробовала на себе. Но что я могу сказать с учетом вторых родов? Что происходит сейчас? Хорошие фигуры даже с небольшими, такими красивыми кубиками на теле можно достичь просто с тренировками и с правильным питанием. А вот не нужно пичкать себя лишнего всем этим. Либо, по крайней мере, очень выборочно к этому относиться. Да, конечно. Если мы говорим о базовых целях, которые перед собой люди ставят, похудеть, держать себя в форме, конечно, правильное питание и отказ от ненужного продукта, этого будет достаточно. Если, конечно, я хочу стать суперменом, я хочу выступать на соревнованиях, я хочу быть известным лицом, чтобы меня заметили и так далее, то здесь, опять же, можно проконсультироваться в зависимости от твоих показаний по организму. С тренером или специалистом определенным, диетологом в том числе, можно употреблять спорт питания. Что из себя сейчас представляет фитнес-индустрия? Что вы вообще можете об этом рассказать, поделиться изнутри? Я могу сказать на своем опыте, что у меня есть такие знакомые, которые не ходят в фитнес-клубы, потому что там все красивые и стройные, и вот эти постоянные фотографии с вытянутыми губками, и все такие красивые, яркие. А как я буду в этой среде? Человек чувствует себя белой вороной, и он ставит себе крест на этих фитнес-клубах и просто не идет туда заниматься. Ну, словно сказать, я всю жизнь хожу в фитнес-клуб, но заниматься, конечно, можно даже на улице, просто ходить там элементарно, велосипед это опять же. Я хожу в клуб хороший, наверное, самый дорогой в городе, там самые разные люди. Я не скажу, что кто-то кого-то стесняется, есть те, кто очень большой лишний вес, но просто они, наверное, выбирают тренировки себе, не те, которые, например, для менее подготовленных и прочее, поэтому я не вижу каких-то вот прям сейчас препон или причин. Сейчас очень хорошие инструкторы, хорошие тренеры, мне кажется, с ними можно всегда найти общий язык. То есть это стопроцентное заблуждение? Да, мне кажется, да, потому что, ну, мне кажется, стесняться вообще не стоит, потому что многие так начинали, многие начинали именно с большого веса, и потом он уходил, и, естественно, все понимают, что спорт – это большой труд в любом случае. Это не просто там прийти, там, да, помахать там палочкой и так далее, а те, кто действительно добился хорошей фигуры, они, я думаю, что будут относиться к любому человеку, который начинает только вот заниматься с уважением, потому что действительно он пришел хотя бы, да, в фитнес-клуб. Я вообще хочу сказать то, что фитнес-индустрия на данный момент, и вот это очень крутая вещь, и это, ну, если можно так назвать, и она очень широкие позиции сейчас охватывает, именно по разным направлениям. Это, ну, основная база вещь, конечно, это здоровый образ жизни и так далее, но на самом деле это же не только, если мы берем, например, отдельно фитнес-клубы, это же не только здоровый образ жизни, только похудеть на 20 килограмм, только нарастить мышцы, как у Шварценеггера, там, и так далее. Нет, это общение с людьми, это знакомство, это встретиться с друзьями, это получить какой-то фан, это поучаствовать в проекте, и причем это может быть платно за деньги, это может быть бесплатно, это может быть в фитнес-клубе, это может быть организация на улице и так далее. Абсолютно разные моменты. И запомните, это не модельное агентство, куда приходишь, и там все красивые, стройные, одного роста, и те, которых уже можно назвать фитоняшками или суперменами. Нет, это обычные люди, похожие на вас и с такими же целями, как у вас, которые точно так же, как и вы, планируете стать, я не знаю, фитоняшкой и выглядеть красиво, делать фотографии там. Роман, а правда ли, что сейчас даже молодые люди, девушки ходят в фитнес-клубы с изначальной целью не для достижения каких-то своих результатов, а для того, чтобы познакомиться, найти себе там свою любовь, наконец-то? Ну, конечно, те места нами привычные, когда мы можем познакомиться на улице или на пляже, или в каком-то заведении, ну, например, с алкоголем. Многие люди сейчас идут все-таки в здоровый образ жизни и предпочитают не такие заведения, где можно познакомиться и найти друга, а вот именно такие массовые скопления людей, где занимаются целенаправленно здоровым образом жизни, там, правильным питанием, они вообще правильный образ жизни ведут, потому что они этим занимаются. Они не лентяи, они не сидят дома, они не сидят там перед телевизором, они двигаются, и движения жизни, они развиваются. В основном, вся группа энергичных людей, она как раз там собирается. И это очень удачный шанс для многих найти там хорошую пару себе. Девушки, кто еще не нашел свою вторую половинку, вставайте скорее со своих диванов и идите в фитнес-клубы, благо у нас сейчас, даже в нашем небольшом городе, большое множество. А вот такой вопрос вам на засыпочку. Как стать фитоняшкой за один день? Хороший вопрос. Можно, конечно, сфотографироваться каким-то образом, таким особым под ракурсом, сделать губудочкой и стать фитоняшкой. Но за один день, конечно, мне кажется, нереально. Не знаю. Нет, я считаю то, что все правильно было сказано, именно фотография может помочь... В выгодном ракурсе. Да. Ну, если предположить, что те люди, которые хотят стать фитоняшкой, это те люди, которые все-таки уже начали двигаться и занимаются здоровым образом жизни, ну, может быть, они ходят в фитнес-клуб, и они умеют делать фотографии, они уже умеют делать селфи. Соответственно, им нужно просто это сделать. И сейчас, ну, давайте возьмем, там, разрекламируем наиболее обширную, там, сейчас, социальную сеть, это Инстаграм, например, и очень много приложений, которые позволяют нам что-то уменьшить, что-то увеличить и так далее. И, сделав, занимаясь в фитнес-клубе, сделав селфи, придите домой, обработайте фотографии, вы будете через час пьятоняшкой. Можно еще и попу, там, примерно, можно в лоб поставить, да, потому что это тоже все влияет. Здорово. Что вы пожелаете нашим зрителям? Идти, идти, не ждать, завтра, опять же, как говорилось уже ранее, идти, сейчас делать себя. Если есть такое желание, начинайте новую жизнь сегодня. Мне кажется, то, что сегодня здоровый образ жизни становится все более популярным и модным, это вообще замечательно, потому что, тем более, в Ульяновске есть очень много возможностей это сделать. и действительно такое найти сообщество, потому что в каждом фитнес-клубе есть еще клубные мероприятия, на которые можно ходить, там и знакомиться, кстати говоря, да, и праздники, и прочие, фестивали, поэтому вот нужно просто встать и пойти прямо сейчас. Да, если вы не можете заставить пойти себя там в фитнес-клуб или еще что-то, сходите просто на праздник. Ну, не знаю, сейчас каждый год у нас в Ульяновске проводится фитнес-фестиваль, который перед мне мы организовали первый, и в этом году 1 июля он будет проходить уже третий. Просто придите на праздник, окунитесь в атмосферу этого праздника, образа жизни, энергичных людей. Возможно, вас это столкнет, возможно, может быть, вас это смотивирует. И, конечно, лучше начать сейчас. Если все-таки есть цель, если вас что-то не устраивает, начните двигаться, заставьте себя. Но самое главное, это не нужно угнетать себя, что у меня какая-то проблемка, я плохо выгляжу, я некомфортно себя чувствую, у меня не получается общаться с людьми. любите себя такой, какой есть. Если у вас получится любить себя, даже если вы там немножко пухленькая или, не знаю, что-то еще есть. Очень страшно. Да. Главное любить себя и все то окружение, как вы любите себя, так и любят вас окружающие, так у вас складывается общение. И если у вас внутренняя энергия, у вас есть и вы на позитиве, то и вокруг вас будут те же самые люди. И ни в коем случае, если у вас лишний 10 килограмм, как вы считаете, не могут позволить вам повлиять на атмосферу и так далее. Любите себя, ставите себе цели, идите и делайте их просто. Будьте активными, будьте позитивными, ведите правильный образ жизни и начните прямо сейчас, прямо сегодня. С вами была Алла Дворецкова, с вами были наши гости, и эта передача о мелочах из жизни. Увидимся с вами в следующий раз на allpravda.ru. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»